Эти бургеры я готовлю всегда, когда хочется чего-то сытного, но лень тратить много времени на готовку. Единственное, что нужно сделать, быстренько обжарить котлету из фасоли и собрать бургер. Рецепт подойдет для постного меню и вегетарианского питания. Ниже я подробнее расскажу, как приготовить быстрые бургеры. Вместо фасоли можно взять консервированный нут или чечевицу, а булочки заменить на лепешки питы. Сколько и какие продукты понадобятся, узнают те, кто досмотрит до конца. Подготовьте все ингредиенты. Вилкой разомните фасоль, должно получиться пюре с кусочками фасоли. Добавьте специи и соль, затем всыпьте муку, хорошенько все перемешайте. Разделите массу на две части, сформируйте котлеты по размеру булочек. Кто не подпишется, останется без следующих вкусностей. Разогрейте сковороду на среднем огне, обжарьте котлеты с двух сторон в большом количестве масла до хрустящей корочки. На каждую сторону уйдет примерно по 4 минуты. Аккуратно переложивайте котлеты на бумажную салфетку, чтобы впиталось лишнее масло. Нарежьте помидор кружочками, авокадо разомните вилкой в пюре, добавьте лимонный сок, сухой чеснок и соль по вкусу. Сформируйте бургеры, нижнюю часть булочек намажьте грибным соусом. Сверху выложите листья шпината и пару кружочков помидора. Осторожно положите сверху котлеты, а на них пюре из авокадо. Накройте верхней частью булочки, прижмите ее для прочности. Быстрые бургеры готовы, приятного аппетита! Ставим лайк и подписываемся. Вот что нам понадобится. Булочка для бургера, 2 штуки. Помидор, половина штуки. Авокадо, половина штуки. Шпинат, 5-10 грамм. Фасоль консервированная, 1 банка. Мюка овсяная, 4 столовые ложки. Лимон, половина штуки. Грибной соус постный, 2 столовые ложки. Соль, по вкусу. Чеснок гранулированный, по вкусу. Черный перец, по вкусу. Лук гранулированный, по вкусу. Количество порций, 1-2. Спасибо за просмотр, подписывайтесь, пишите комментарии, ставьте лайк или дизлайк. Удачи, друзья, заходите! До свидания. До свидания. Продолжение следует...